здравствуйте дорогие товарищи начинается у нас очередное заседание русло и она посвящается теме корни развала коммунистической партии советского союза бюрократизм но прежде я хотел бы сказать для вас следующей информации по линии русло 13 14 октября 2023 года напоминаю в октябре месяце в нижнем новгороде будет проходить международная научная конференция на тему человек на изломах истории действующее лицо свидетель посторонний количество печатных листов там будет 0,3 но это пять листов формата а4 поэтому я предлагаю вам если кто готов и опубликовать свои соответствующие выводы исследований в работе пожалуйста готовки и обращайтесь в наше отделение русло полная информация куда сколько и как публиковать будет вам перед но теперь непосредственно самому докладу из последних работ ленина следует что его неустанно беспокоила дальнейшая судьба и партии большевиков как руководящий и направляющий силы социализма и государство рабочих и крестьян форме советов и марксизма как передовой идеологии двадцатого века дело в том что уже в первые годы после революции советское государство столкнулась с опасностью перерождение во власть чиновников многих членов партии очутившихся на командных партийных государственных и хозяйственных должностях и ленин не раз высказывали мысль если что и погубит начатые революции социальное преобразование в россии так это бюрократизм с другой стороны в кпсс шли представители всех слоев общества то есть партия была народная однако одни шли по идейным соображениям другие и соображения карьеры третье под влиянием агитации поэтому кпсс было неоднородно не только по своему составу но и по взглядам и представлениям о путях дальнейшего развития социалистического общества и вот развитие социалистического общества в ссср с 1991 года пошло по пути развала для этого был целый комплекс причин субъективные объективные национальные и интернациональные исторические и актуальные экономические и идеологические политические и теоретические внутренние и внешние предотвратимые и неизбежные и многие из них своими корнями уходили далеко за 1991 год и за пределы ссср многие склоняются к тому что в гибели ссср замешано предательство и для доказательства могут привести достаточно аргументированных фактов но мне ближе объяснение фридриха энгельса который своей брошюре революции контрреволюции в германии 1805 1851 году цитата когда ищешь причины успеха в контрреволюции то со всех сторон получаешь удобный ответ что где господин x или гражданин y предал народ этот ответ может быть верным или нет во всяком случае он не дает никакого объяснения тому как произошло что народ дал себя предать конец цитаты вот и постараемся разобраться в этом вопросе 12 апреля 1971 году года то есть как раз во время пары парижской коммуны маркс писал кугельману цитата если ты заглянешь последнюю главу моего 18 брюмера ты увидишь что следующей попыткой французской революции я объявляю не передать из одних рук другие бюрократически военную машину как бывало до сих пор а сломать ее и именно такого предварительное условие всякой действительной народной революции конец цитата а в работе гражданская война во франции масс заостряет особое внимание что цитата рабочий класс не может просто владеть готовой государственной машины и пустить ее вход для своих собственных целей конец цитаты таким образом при установлении политической власти рабочим классом он должен разбить сломать готовую государственную машину а не ограничиваться простым захватом и и именно поэтому действие тех членов кпрр которые направляют всю свою деятельность на захват политической власти парламентским путем то есть через избрание большинства представителей от кпрр буржуазные органы власти законодательные исполнительные и судебные противоречит учению маркса в 1917 году октябрьская революция разрушила готовую государственную машину капитализма и приступила к созданию государственной машины социализма и в первую очередь согласно учению маркса предусмотрели чтобы всем должностным лицам как высшим так и низшим платили бы такую плату которые получали рабочие этим создавалась надежная помеха погоне за местечками и карьеризму в органах государственной власти соответствии с такими выводами марксизма 1 декабря 1917 года совет народных комиссаров ограничил максимальный размер жалования для народных комиссаров и высших должностных лиц до 500 рублей месяц этот так называемый партийный максимум для высших должностных лиц провинции составлял около половины названной суммы такое регулирование было важной мерой предотвращение развития бюрократических то есть мелкобуржуазных тенденций внутри партии однако скоро стало ясно что на начальном этапе строительства социализма огромная административная работа хозяйственное управление и научная деятельность не могли успешно выполнять без привлечения буржуазных специалистов и интеллигентов ленин пришел к выводу чтобы завоевать и привлечь на свою сторону буржуазных специалистов и интеллектуалов для строительства социализма следует применить капиталистический метод высокой оплаты он понимал что это есть отступление от принципа парижской коммуны и всякой пролетарской власти требующих сведения жалований к уровне платы среднему рабочему что такая мера не только приостанавливает наступление на капитал но и делает шаг назад социалистической советской государственной государственной власти которая самого начала провозгласила и повела политику понижение высоких жалований до заработка среднего рабочего ленин понимал что развращающее влияние высоких жалований неоспоримо и на советскую власть и на рабочую массу именно поэтому он объяснял что привлечение буржуазных специалистов и интеллигентов чрезвычайно высокими заработками есть отступление от принципов социалистического строительства и что это нельзя скрывать от масс а нельзя скрывать от масс противном случае мы опустимся до уровня буржуазных политиканов и будем как и они обманывать массы однако надо признать что эти особые привилегии то есть повышение жалования улучшение жилищных условий высокий уровень жизни и так далее распространялись исключительно только на мелкобуржуазную прослойку бюрократии и буржуазных ученых ленин тем не менее ясно видел опасность порождающие такими привилегиями для мерк от мелкобуржуазных элементов он понимал что поощрение мелкобуржуазных специалистов высокой зарплатой может привести к соблазну установления такого же поощрения и в партийную среду и в органы советской власти и тогда это перейдет мелкобуржуазную тенденцию превращение членов советов в парламентариев или бюрократов а это уже приведет к возникновению вместо буржуазной бюрократии другой советской бюрократии связи с чем ленин не раз высказывал мысль если что и погубит начатые революции социальные преобразования россии так это бюрократизм и он призывал бороться с этим явлением ленин до десятого съезда не раз отмечал свои записках и письма что мелкобуржуазная бюрократия уже проникла партийные и государственные органы после захвата власти много буржуазных элементов прям прокралась партию так что бюрократия стала проблемой уже в 1921 году и поэтому ленин в заключительном слове на десятом съезде это март 1921 год указал на задачу борьбы против бюрократизма и что эту борьбу нужно вести неустанно пробуя новые методы объяснял что бюрократизм нельзя отменить приказом или постановлением преодоление его это длительный процесс он требовал раскрывать разоблачать и изгонять прокравшуюся партию бюрократов но при этом предупреждал что цитата бюрократы ловкачи многие мерзавцы из них архи праведохи их голыми руками не возьмешь конец цитаты решением цикла партии тыссот двадцать первом году была проведена чистка партии в течение четырех лет после революции когда стало ясно кто победил много мелкобуржуазных элементов проникло в партию особенно из ряду мелкобуржуазных партий меньшевиков и социал революционеров ленин требовал чтобы иступивших партию сначала 1918 года меньшевиков оставили в партии только один процент и только при условии трех и четверех кратной проверки так как цитата очистить партию надо от мазуриков от бюро опт оба о бюрократившихся от нечестных от не твердых коммунистов и от меньшевиков перекрасивших фасад но оставшиеся душе меньшевиками конец цитаты в результате чистки партии примерно четверть всех членов партии было исключено однако бюрократия при этом не вымерла так как многие искренние коммунисты не могли еще сравняться с бюрократическими специалистами и снова стали развиваться два типа бюрократии первым типом была старая управленческая бюрократия прежнего буржуазного государственного аппарата промышленная бюрократия бывших капиталистических предприятий и бюрократическая интеллигенция образовательных учреждений короче говоря короче говоря буржуазные интеллигенты и специалисты которые были привлечены к их честному сотрудничеству строительстве основ социализма за счет высокой зарплаты в разы больше партийного максимума наряду с этим внутри государственного хозяйственных и даже партийного аппарата возникла другая бюрократия бюрократы с партбилетом в кармане а любая бюрократия это мелкобуржуазное явление и для нее свойственной тенденции превращению привилегированный слой общества как и любой бюрократ бюрократ с партбилетом тоже был склонен стремиться мелкобуржуазному образу жизни он хорошо чувствовал себя мелкобуржуазной среде после жизни полный лишений немало партийных функционеров добившись высокого поста и власти вели мелкобуржуазный образ жизни дома в своих семьях таким образом рядом со старой вынуждена унаследованной бюрократической бюрократии постепенно развивалась новая бюрократия но как отметил сталин цитата коммунизм бюрократ это самый опасный тип бюрократа почему потому что он маскирует свой бюрократизм званием члена партии а таких коммунистических бюрократов у нас к сожалению немало конец цитаты новая бюрократия считала идеалом мелкобуржуазный образ жизни старой бюрократии которая могла позволить себе такую жизнь благодаря высокой оплате и особым привилегиям особняки автомобили привилегии в приобретении товаров и так далее мелкобуржуазный образ жизни старой бюрократии давал пример и для новой бюрократии именно поэтому новая бюрократия в 1934 году на одном из партийных форумов большинством голосов отменила так называемый партийный максимум который считался как максимальный месячный оклад для членов партии находящихся на руководящих постах и выше которого запрещалось получать постепенно мелкобуржуазное поведение старых бюрократов стала проявляться и у новых новая бюрократия стала двуличной она проявляла рвение соглашалась партийной линии и безмерно восхвалял от сталина своих семьям своей уже как мелкобуржуазной среде они всей душой ненавидели сталина и проклинали диктатуру пролетариата связи с чем сталин на 15 съезде партии декабря 3027 года указал что цитата мы перестанем быть пролетарскими революционерами и мы наверняка погибнем ежели не вытраны из своей среды эту обывательщину эту семейственность в решении важнейших вопросов нашего строительства конец цитаты было указано на основные черты новой бюрократии с партбилетом в кармане которые заключались следующие первое честолюбие и стремление к власти объединяется с карьеризмом второе повышение по службе влечет за собой материальное благополучие и мелкобуржуазный образ жизни третье защита лучшего положения от способных полных подчиненных и его обеспечении с помощью льстивого окружения 4 высокое положение и большое влияние используется для удовлетворения эгоистических потребностей поощрение коррупции 5 бюрократы делят наиболее важные посты между собой по принципу рука руку мой в отчете 16 съезду это июнь июль 1930 года сталин указал на опасность бюрократизма и изложил милы меры борьбы против него частности он сказал первое а цитата опасность бюрократизма состоит прежде всего в том что он держит под спудом колоссальные резервы таящиеся в недрах нашего строя не давая их использовать старается свести на нет творческую инициативу масс сковывая ее канцелярщиной и ведет дело к тому чтобы каждое новое начинание партии превратилась мелкое и ничтожное крохоборство опасность бюрократизма состоит во вторых в том что он не терпит проверки исполнения и пытается превратить основные указания руководящих организаций в пустую бумажку оторванную от жизни опасность представляет не только и не столько старые бюрократы застрявшие в наших учреждениях но и особенно новые бюрократы бюрократы советские среди которых коммунисты бюрократы играет далеко не последнюю роль я имею ввиду тех коммунистов которые канцелярскими распоряжениями и декретами силу которых они верят как фетиш старается подменить творческую инициативу и самодеятельность миллионных масс рабочего класса и крестьянства задача состоит том чтобы разбить бюрократов в наших учреждениях и организациях ликвидировать бюрократические нравы и обычаи и расчистить дорогу для использования резервов нашего строя для развертывания творческой инициативы и самостоятельности масс задача это нелегкая и я не разрешить два счета но ее нужно разрешить во что бы то ни стало если мы хотим действительно преобразовать нашу страну на началах социализма в борьбе с бюрократизмом работа партии идет по четырем линиям по линии развертывания самокритики по линии организации дела проверки исполнения по линии чистки аппарата и наконец по линии выдвижения снизу в аппарат преданных работников из людей рабочего класса конец цитаты следует отметить что после отмены партийного максимума пошел быстрый рот численности новой бюрократии он проник во все органы социалистического общества государственный партийный и хозяйственный аппарат профсоюзы молодежной организации а также военный аппарат ты ждешь от 37 1938 года бюрократизм принял угрожающие размеры и поэтому процессы которые произошли те годы мы должны рассматривать с классовой точки зрения то есть какой класс или слой подвергался преследованию не рабочий класс не крестьянство преследовались наиболее опасные из бюрократических элементов партийном и государственном параде вместе с остатками эксплуататорских классов и буржуазной интеллигенции а затем была великая отечественная война сорок первых сорок пятый годов о материальных потерях мы хорошо знаем и громко говорим 27 миллионов погибших страшное разрушение народного хозяйства и всей жизненной инфраструктуры но это количество а качество разумно ли помолчать о страшных социальных жертв на фронта гибли 3 погибли 3 миллиона коммунистов вдвое больше предвоенной численности в кпб но как говорят участники великой отечественной войны первыми в бою погибали самые лучшие и смелые однако не надо оставшиеся в живых зачислять худшие и трусливые многие из них были истинными героями но все же надо признать что любая война есть неестественный отбор когда выкашиваются лучшие дети которые родились 30 35 года войну провели в эвакуации где-то восточные волги от саратова или куйбышева до новосибирска и владивостока после победы некоторых из них халили лелеяли и все им прощали устраивали в хорошие вузы вызволяли из академических задолженностей и вытрезвителей 60-х годах именно это молодежь свободно каталась на автомобилях м-20 победа в ресторан или на пикник где с друзьями проводили весело время довольно редко и на автомобилях м-12 зим и даже здесь 110 но эти машины 60-х годах были в основном не личным а персональным автотранспортом причем с казенным шофером м-20 предоставляет предоставлялись государством военным и гражданским чиновникам среднего ранга до генерал до генерал-майора включительно на м-12 зим передвигалась более высокое начальство а на зис 110 вообще ездили высшие руководители государства тогда становится понятно что у сынков этой молодежи папы по служебному статус и были кем-то в диапазоне от начальника цеха до директора завода от начальника министерского отдела до начальника главка плюс начальники множество отдельных контор начиная с банно-прачечный комбинат и подобных свинков 60-х годах было уже немало которые благодаря отцовским заботам стали солидными старшими клерками престижных министерских и посольствах и которые пошли по творческой или креативной как сейчас стало модно выражаться части стали шестидесятниками 70-е годы приступили к исполнению более высоких должностей а 80-е годы сидели уже на узловых пунктах руководства страной придирчиво прицениваясь кому и почем можно будет страну продать ко времени горбачевской перестройки подросли уже и дети те кто родился в 30-35 годах бодро ринувшихся из райкомов комсомола в банки и прочие коммерческие структуры как видим именно в бюрократии лежали корни развала советского союза 91 93 года именно высокая зарплата для мелкобуржуазных специалистов которая позволяла ему лучше жилистные условия и значительно поднять уровень жизни сравнение с другими являлась причиной внесения мелкобуржуазной психологии сознание представителей как государственных так и партийных органов именно идеализации мелкобуржуазного образа жизни для государственных и партийных органов и привела уничтожение кпсс как руководящий и направляющие силы и общество и к ликвидации ссср как государства рабочих и крестьян при воссоздании кпрф в 1993 году многие бывшие партийные функционеры кпсс также оказались ее вреда связи с этим неизбежно возникает вопрос они могли ли некоторые из этих партийных функционеров понести с собой и вирус мелкобуржуазности вреда и кпр и и нет ли тех предпосылок деятельности кпрф сегодня которые могли бы способствовать развитию мелкобуржуазной психологии в рядах партии напомню что в начале строительства социализма в ссср одной из основных причин зарождение мелкобуржуазной психологии государственных и партийных органов было использование мелкобуржуазных специалистов и интеллигентов которых поощряли довольно высокими окладами а сегодня в рядах кпр есть что-то подобное да есть это те коммунисты которые избраны от кпрф или выдвинуты кпрф в различные структуры органов буржуазной власти и осуществляющие там свою деятельность на платной основе они получают по 200 420 тысяч рублей в месяц что в разы превышает заработную плату тех чьи интересы они должны защищать и отстаивать как коммунисты для того чтобы как-то ограничить современный мелкобуржуазным специалистом спарбилетом кармане стремление создавать себе роскошную жизнь и этим как-то поставить заслон распространение мелкобуржуазной психологии в ряды кпрф парки мартовский 9 пленум цк кпрф 2007 году принял постановление о введении внутри партийной нормы партийного максимума размер которого предусмотрено ежегодно утверждать на президиуме цк кпрф однако от сущности его однако от сущности его первоначального значения осталось только название теперь партийный максимум понимается никак максимальная сумма денег которые должны оставлять у себя мелкобуржуазные специалисты спарбилетом кармане а то сумма денег которые они должны добровольно вносить фонд поддержки деятельности кпрф не является ли такое решение постановлением бюрократов советских времен которые как партийные функционеры кпсс оказались в рядах кпрф сегодня депутат газ коммунест госдумы получает зарплату в размере 420 тысяч рублей а его партийный максимум калычка тот составляет 80 тысяч рублей вопрос а можно ли больше вносить никто не запрещает наоборот такой шаг будет только приветствовать вот только меньше 80 тысяч нельзя так как это уже будет считаться не выполнением решения партии но тогда это является не партийным максимум а партийным минимум зачем тогда искажать сущность уже укоренившегося понятия которая широко использовалась партии до 1934 года как вы думаете кто-нибудь может сегодня из мелкобуржуазных специалистов спорт билетом в кармане оставлять себе из 420 тысяч рублей но не до среднего скажем заработка рабочего а до например максимального заработка тех коммунистов которые стоят с ними на учете в одной партийной организации я лично сомневаюсь в этом случае хочу напомнить следующие слова члена коммунистической партии германии хуземана казненного 13 мая 1943 года последнем письме писал отцу цитата дорогой отец будь сильным я умираю также как же бороться за дело рабочего класса легко называть себя коммунистом пока не надо отдавать за это свою кровь а вот коммунист ли ты можно доказать так можно доказать только тогда когда придет час испытаний я коммунист отец и я никому не доставлю видеть себя слабым покажи себя достойным своего сына отец превозмоги свою боль не сгибайся лучше почетная смерть под топором палача чем позорная жизнь под игом фашизма конец цитаты считаю что сегодня когда неустанно партия нуждается финансовой поддержки газет правда и советская россия для мелкобуржуазных специалистов в партийном кармане с парпилетом кармане такой час испытаний настал следует значительную часть зарплаты отдавать фонд поддержки деятельности кпрф и нарастающего рабочее движение а самим жить за счет установленного партийного максимума и готовить их жить на установленный партийный максим как раз и покажет насколько они уже сегодня заражены мелкой буржуазной психологии здесь имеется ввиду что партийный максимум это то что они как бы отдают фонд поддержки партии напомню что депутаты коммунисты португальской компартии получают на руки ту же зарплату которую они имели на предшествующем месте работы по до избрания представительные органы бельгийские депутаты коммунисты получают среди месячную зарплату рабочего а остальные идут на поддержку деятельности партии и такой порядок объясним тем что исключает материальный интерес из числа мотива борьбы членов компартии за депутатские мандаты чтобы единственным мотивом их вхождение во власть было служение интересам трудящихся это и есть воплощение в жизнь ленинских идей высказанных государстве и революции лидер приднестровских коммунистов олег хоржан с избраниями депутатом верховного совета приднестровской молдавской республики отказался от 50 процентов депутатской зарплаты пользу партии мотивировал это те что не считает правильным когда чиновники получают больше чем государство может дать учителю или врачу пенсионеру или рабочими и стоит на тех позициях что материальное положение чиновников должно напрямую зависеть от того как обеспечены рядовые граждане страны а для того чтобы свое сознание приблизить тем чьи интересы он отстаивает и защищает отказался и от всех льгот и привилегий предусмотрены депутатам до избрания мэром братска коммуниста александра серого это 2010 год прежними мэр получал 310 тысяч рублей месяц больше чем президент страны а серов решил довольствоваться 60 тысячами вот это пример которому обязаны подражать многие коммунисты работающие буржуазных парламента и других органах власти выдвинуты или избраны от партии кбрф и работающие на платной основе именно эти примеры показывают то что коммунист категории не только политическая но и нравственная а вот нравственность никакими приказами и постановлениями не приобретешь и партбилет как членство партии не рентгеновский снимок души именно идейность и партийность вот главные критерии коммуниста которые приобретаются в партийной классовой борьбе с нынешним режимом и помнить что мелкий буржуан находится в таком экономическом положении его жизненные условия таковы что он не может не обманываться он тяготеет невольно и неизбежно ток буржуазии ток пролетариату самостоятельной линии у него экономически быть не может а когда он становится депутатом коммунистом то он или депутат или коммунист и если не переведем мелкобуржуазных специалистов парк билетом в кармане на тот партийный максимум который подразумевался решение совета народных комиссаров 1 декабря 1917 года и отмененным 1934 году то неизбежно участь кпсс постигнет и кпс и наша задача не допустить этого но это способны сделать только настоящие коммунисты спасибо за внимание а вопросики можно пожалуйста есть у кого вопросики товарищи что помешало после 34 года очистили уже от меньшевистской плесени почти и большинство большевиков осталось восстановить его максимум разве тридцать четвертом году освободились от этих меньшевиков когда освободились дело в том что это бюрократизм это тот же вот и говорил о том что и приказами нельзя как-то ее ликвидировать не может быть так что мы провели чистку партии и вроде партия стала чистая от всяких там этих мелкобуржуазных представителей от бюрократии она такая зараза которая хочешь ты не хочешь это болезнь вирус охватывает все общество то есть на прививку постоянно прививку постоянные это не то что вот самое главное ведь и говорили о том вот почему как бы борьба идет за то чтобы общество было без класса почему потому что в этом случае исчезнут товарно денежные отношения между классами и если только исчезнут товарные денежные отношения то именно вот условий для развития бюрократизма исчезают но этого не получилось если помним наоборот как только стал хрущев первым руководителем государства то как раз он начал развивать именно направление товарно денежных отношений у него уже там даже и терминологии в этих своих выступлений пошло поехал так что вот в этом смысле что будет ли или не будет победа бюрократия когда существует товарно-денежные отношения даже вот сейчас тут у нас действительно товарно-денежные отношения развивается сильно и сколько у нас от бюрократов пруд пруде даже коммунисты бросают партбилеты грубо не бросает а держит только поближе а сами живут мелкобуржуазной жизни еще есть вопрос да любой современный депутат КПРЭП скажет ну как я буду все деньги отдавать партию там на газету на все прочее если я вынужден вести свою предвыборную кампанию фактически за свой счет и я думаю вы еще не будете спорить что депутат от КПРЭП очень часто всю свою избирательную кампанию тащит на себе вкладываются на свои средства абсолютно не буду спорить все это так то есть мы отсюда здесь и выходит что мы свое депутатство покупаем если не будет денег то мы и не сможем купить себе депутатское место с другой стороны депутат когда говорит о том что мол мне нужны деньги только лишь для избирательной кампании то он больше всего не возьмет тех денег капитала которые существуют ну грубо говоря олигархами но не может он просто в силу вот этих возможностей иметь столько денег отсюда и получается о том что депутаты как правило их выдвигают те капиталисты они за кулисом они не видят но они их выдвигают они покупают им выдают деньги и они борются если мы не изменим как говорится с одной стороны или нынешний режим то есть как много говорят депутаты коммунисты что должны быть честные выборы если мы этого не изменим до честных выборов а она при капиталистической системе не получится и второе что если мы ну не сможем как говорится не деньгами а идеями убедить массы которые ходят на избирательные участки то этого не получится то есть он депутатом не сможет стать тот или депутат должен стать если он представитель трудящихся или он может стать депутатом когда выражает интересы капитала второго пути быть не может но если он при деньгах начинает как говорится накапливать деньги для того чтобы провести выборную компанию то извините он уже стоит на позициях капитала и вообще капитата любой депутат и коммунисты и это это потенциальные эксплуататоры на трудящихся потенциальные почему потому что они зарплату забирают из фонда государственного а государственный фонд формируется от налогов а налоги как мы знаем это есть эксплуатация трудящихся нас тогда смотрите во время битва счет мы как раз последние два кружка говорили ровно о том же а имеет ли смысл в текущей ситуации выдвигать людей депутаты если это одну все равно эксплуатация рабочих зачем этим заниматься может отказаться от легальной больной бы раз она такая не может быть не честно и не может быть и капиталистической не приводит к бюрократизму и к тому что коммунисты перестают быть коммунистами а идут туда за длинным рублем и тому все они негативные факторы перечислили в чем позитивно может отказаться такой политической дело в том что если посмотреть как ленин с этими ходил первые были думы то он там же тоже говорил ведь ни один из руководителей вот ленин допустим он не был никогда депутатом какого-то буржуазного парламента он говорил о том что там задача не стоит о том чтобы вместе с буржуями разбирать вопросы которые актуальны для сегодняшнего развития государства и помогать буржуям чтобы они могли бы как-то исправить свои же ошибки при помощи депутатов коммунистов но это же маразм полный поэтому вот задача когда стоит о том зачем я иду в депутаты если запрыть длинным рублем за теплое место то он правильно делает он успевает обманывать всех тех как кто будет потом как говорится бегать и за него голосовать а вот если он просто прийти как вот ленин делал из трибуны думской депутатской провозгласить о том что при нынешнем капиталистическом режиме для трудящих масс не будет улучшения жизни не будет для этого достаточно нет надо быть руководителем партии и на уровнях наших топов региональных и так далее для этого может сказать не простой коммунист да был молодец что он был у нас тоже был да уже нету их перекрасились вот посмотрите первое наше вот при ленине которые были ли там ни один не был руководитель партийной организации депутатом там были простые честные коммунисты которые действительно они только лишь оглашали решение вот центрального комитета партии большевиков и между прочим тогда ведь партийный максимум когда вот на первое наших не было во второй появились и он то видим как тепло рабочие которые простые вроде они так сказать пришли депутаты и платили им хорошо у них мозги стали поворачиваться буржуям так как денег полно и ленин тогда вот он ввел партийный максимум для депутатов чтобы они получали это депутаты определенную вот эту зарплату как рабочие а все деньги остальные идут на партии уже тогда он это видел а у нас у нас действительно есть вот я когда наблюдал по приморскому краю как у нас сдают деньги на в этот самый фонд поддержки правды депутатов коммунистов наши там не бывает почему такой простые люди крестьяне уже бабки с возрастом отправляли деньги а теперь все а сейчас я смотрю и вообще по приморскому краю вообще никто денег не отправляет фонд поддержки правды через газету когда вот пишут поэтому здесь вот задача о том что иметь деньги на выборы ну это уже ясно что в голове у него мелкобуржуазная психология и он никогда не будет коммунистом он то будет коммунистом будет буржуй там опять так будет от прыгать у него нет постоянной линии при больших деньгах поэтому ну что пусть копят деньги и но лучше всего если бы они были выражали интересы крупных капиталистов там наверняка не прошли выражали бы интересы и лоббировали бы интересы это и так далее поэтому деньги как таковое для коммунистов которые хотят снова быть избранными депутатами но это не коммунистический как сказал я не помню какой-то западный политик но это время еще сталина а ты тогда жил там нет я сейчас к чему я читал об этом но как он сказал почему у ленина потом устали на получилось как они берут эксперименты тогда вот я считал ответил точку но потом чем вы говорите их нельзя было купить да это не об этом это самого троцкий он сам был у нас метод самый триллионер это был красный банки и вот так и называли и ленин все так видел но дело в том что он хорошо входил массы и вот и можно было использовать а когда вот умер ли это не нашлось так чтобы его использовать уже более менее потому что он имея деньги большие между прочим также советский триллионер был этот зержинский так его назвал имея большие деньги он просто повел борьбу вот против сталина он даже не задумываясь говорил что он займет как раз пост именно пост этого ленина но увы народ захотел другого давайте вернемся обратно к бюрократизму как ваша мысль по поводу такой идеи что чтобы поворот бюрократию надо чтобы каждый человек государства стал бюрократом это выход если каждый станет бюрократом то есть руководителя и страна каждый каждый гражданин страны станет бюрократом а тогда кого он будет так сказать бюрократировать не останется нет нет ни выход перекрыт бюрократизм надо уничтожить прямо можно сказать на корню это уничтожить товарно денежные отношения переходить продовольственным позициям и как говорится по потребностям и по желанию а так бесполезно тогда возникнет вопрос что вместо денег начнут там талоны это тоже не сказали в самом начале машину купить нельзя пожалуйста если ты там высокого ранга чиновник тязи 110 и катайся на нем это еще раз это потому что я тебе говорю что это есть был бюрократизм это были товарно-денежные торговли бороться еще раз говорят если денег не было бы было к тематка борца да 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 вы все как говорится ездили бы на то что позволило бы общество само жить при каких машинах общество сам не то что я захотел там общество должно быть это прийти к этому а это не так просто это надо быть бюрократом да чтоб прийти туда вот а так вот надо как там-то и дело если каждый житель страны будет бюрократом будет участвовать в бюрократической деятельности он и будет смотреть чтобы вышестоящие чиновники не рисовали себе в качестве автомобиля лимузина всем остальные запорожицы на самый верхний тогда кого будет коробка то как говорится контролирует чтобы не имел то есть получается какая-то тут не замкнутая цепь то есть получается просто уничтожение государства как раз так это так мы сейчас и живем зачем нам какой-то создавать ничего бюрократе но когда все будут бюрократы вот поэтому тут еще раз я говорил бюрократизм он очень живуч и действительно нельзя его уничтожить пока существует именно но если так товарный денежный вы не хотите пока существует деньги как сила общества вот если они существуют то извините бюрократизм не уничтожишь концу советского союза денег было все меньше и меньше все больше и больше распределялась блок не за деньги а так сказать по нормативам я бы так не сказал потому что как раз последние годы советского государства перестройки берем до перестройки сделали образование полностью бесплатно жилье сделали наконец-то полностью бесплатным если раньше крестьяне вынуждены были сами себе дома строить тут теперь ему давали это бесплатно образование при сталине было платно сделали бесплатно и так 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 вот все все больше и больше с развитием советской экономики все большую ваку давалось по на плате вам они путь дело в том что тогда когда вот этот процесс то шо он же шел в какую сторону мы действительно делали вот эти шаги чтобы как бы можно больше было как бы социальное обеспечение государства народа всего но в этом случае действительно мы должны где-то брать деньги а деньги как правило ведь мы в этом случае отдали предприятиям мог вы самостоятельное предприятие и как хотите так и делайте нам платить и определено так вот весь вопрос вот то что они самостоятельно делали деньги естественно накапливалось а у многих таких заводов фабрик и так далее уже отдельно стали у них и дома отдыха и все 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 принадлежит какому-то заводу или предприятии или все и что получается получается что мы разделились вроде социальные много которые давали вот потом ну чтобы были но они были направлены в интересах вот этих изолированных ну атомов что ли вот общество в экономике то есть предприятие было государство в государстве она имела все она могла закупить и продукты для себя она все делала потому что у него были деньги это уже сам процесс вот это деление на атомы самого государства и все больше распределялся продуктами товарами это еще раз мы смотреть сам процесс как шел а именно вот эти атомы общества эти заводы и их вокруг люди которые работают и они им отдали вы как хотите так и занимайтесь если они могли заработать деньги они жили если не могли то и никто так не мог уже а до этого были вот государства как-то концентрировала все вот эти деньги у себя и она распределяла по социальным нуждам вот она получалось так а здесь а сейчас просто мы попали как говорится самый высокий ну как говорится этап что ли развития вот это индивидуализм сейчас кругом у нас где не все но там за рубежом уехали вот она приезжает все деньги берут и уезжает обратно колхозы миллионеры ну вот то что как вот сказать моя мать тоже была миллионерша она была доярка у меня вот и она была миллионерша у меня ну ну как в любом советском союзе миллионеры были колхозы миллионерами все они были миллионерами не от того что у них кубышки были миллионы а того что они как бы выращивали миллион тонн моя мать миллион молока коров в это было ездила даже орден ленина получила за это вот то есть они миллионеры были не с финансовой точки зрения а в зависимости от производства продуктов ну и пока существовали крестьяне эти товары денежные отношения поэтому так еще получается тоже было неравностороннее как распределение той же прибыли правильно вот в колхозе миллионер миллионерик возьмем вот так там люди более зажиточные были допустим чем рядом был какой-то совхоз менее ну вот как вот что такое колхоз и что такое совхоз они же понимаешь здесь это колхоз это все работал на себя это это же в любом случае уже какой-то перекосов почему так вот получилось а вот еще а когда они начали появляться совхоз это при этом при хрущеве то есть он переводил все на деньги товарно-денежные отношения стали развиваться и вот результат а колхоз это коллективное хозяйство для себя поэтому чуть здесь не понять а мы знаем что кручев ты начал первую очередь валить это все и вся значит понятно было все не знаю что и сказать но